Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы делаем запись под общим названием «Жития святых во свете Библии», чтобы люди смотрели открытым оком на это. Вопрос 2128. Как же говорите, что при нападении врагов не нужно христианам браться за оружие? Жития святых переполнены описанием, какими были храбрыми христиане в войсках языческих императоров. Ответ. Неизменным остается только слово Бога Живаго. А эти поступки не по Писанию. Все это не что иное, как чужие грехи, как говорил Златоустый. Нам это без надобности пересматривать. Лука 18.7. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Мы в это верим. Римлянам 12.19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Есть немало примеров, когда Бог сам спасал от вооруженных врагов своей силой, ибо Он может сделать это и сегодня, как Ему угодно. Иоанн Новый, 2 июня. Один иудей, дом которого был близ того места, где лежало многострадальное тело, думал, что это священники христианские пришли поднять его и предать обычному погребению. Он взял лук и стрелу. Покруще. Приблизился туда и, желая застрелить одного из видимых тех мнимых священников, положил стрелу, затем с усилием, насколько мог, натянул лук. Когда же он хотел пустить стрелу, то стрела с тетивою прильнула к пальцам его правой руки, а лук к левой руке, и он не мог не пустить стрелы, не освободить рук от лука и стрелы. И так страдал этот еврей змеи на исчаде всю ночь. Новый вопрос. Вопрос 2129. Не дай Бог испытать на себе, что перенесли наши братья и сестры во время гонений. Кто из святых может быть примером в годы испытаний? Как поступать тогда? Таких примеров тысячи. Это были самые огненные годы для церкви. Слезы и кровь и стоны. И в то же время свет небесный озарял путь каждого исповедника и мученика. Мир озарялся всполохами пожарищ, когда тысячи слуг божьих пылали на аренах и в храмах. Оставшиеся на свободе скрывались, и о них заботились служители. Сегодняшние разжиревшие холеные попы – это жалкая и постыдная карикатура на тех христиан. А про епископов и говорить стыдно. Это сегодня князья, прелюбодействующие с мирскими властями открыто и радостно вызывающе. Только гонение может освободить церковь от этой толстой накипи. Котел будет жарко растоплен и сгорит окалина. Из Икииля 24, 11. И когда котел будет пуст, поставь его на уголь, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Псалом 77, 34, 37. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и встили ему устами своими, и языком своим лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Лаврентий, 10 августа. По убиении за исповедание Христова святого папы Стефана, на его место, как на верную смерть, был возведен святой Сикст. В то время не было папы, которого бы миновала Чаша Страданий. Святой Лаврентий повиновался. Взяв все церковные сокровища, не исключая и утвари, он ходил по городу, разыскивая скрывающихся клириков и убогих христиан, и помогал им по мере их нужды. Так он пришел на гору Хелион, где нашел жилище одной вдовы со дня смерти мужа, которое прошло уже 32 года. Эта вдова по имени Кирикиакия укрывала у себя многих христиан вместе с их пресвитерами и клириками. Святой Лаврентий принес сюда ночью серебра, одежды и других необходимых предметов и стал умывать ноги как священнослужителям, так и остальным христианам. Вдова же Кирикиакия, поклонившись ему в ноги, сказала, «Умоляю тебя, раб Христов, возложи руки твои на мою голову, которая у меня страшно болит». Святой Лаврентий отдал ей полотенце, которым вытирал ноги, и возложил на голову ее руки, сотворив крестное знамение, и сказал, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа будь здрава». И тотчас вдова избавилась от своей болезни. В ту же ночь святой Лаврентий пошел в местность города, известную под именем Канарийской. И тут, в доме одного христианина по имени Наркис, встретил много христиан. Он умыл ноги и им, уделив от церковных сокровищ на их нужды. Придя в ярость, царь приказал, обнаживши святого, простереть его на земле и бить скорпионами. Скорпионом называлось орудие для пыток. Это тонкая железная палка с острыми зубцами. Как обращались с верующими во время гонений. Вопрос 2130. Какое местописание повелевает дерзить гонителю, чтобы добровольно быть умершленным? Разве это не разновидность самоубийства? Ответ. Церковь это не одобряет. Нужно скрываться. А если Бог допустит, то переносить мужественно страдания. Матфея 10.23 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Матфея 2.13 Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. 2 Коринфянам 11.32 В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, Чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Киприан Карфагенский. 31 августа. Но так как время подвигов святого Киприана еще не наступило, То он решил удалиться на время из Карфагена, Дабы своими выщеваниями и наставлениями из неизвестного язычника Место поддерживать веру христиан и пробуждать их твердо исповедовать имя Христово. Решив удалиться на время из Карфагена, Киприан написал своим пресвитерам и диаконам, А также и представителям церкви римской, послание. В этом послании Киприан сообщал, Что он удаляется из Карфагена для того, Чтобы его присутствие не усилило еще более ярости гонения. Что хотя и отсутствие от своей паствы телесно, Он присутствует с нею в Господе, Что он написал 13 посланий для утешения сильных, Ободрения слабых, Для устранения разного рода нестроений в церковной и внутренней жизни, И для успокоения душ колеблющихся. Киприан так объяснял свой поступок. Первая степень победы состоит в том, Чтобы исповедовать Господа после взятия руками язычников. Вторая степень славы состоит в том, Чтобы благоразумным удалением спасти себя для Господа. Одна есть всенародное исповедание, Другая частная. Одна побеждает гражданского судью, Другая благоприятнее Богу, как судьи, Ибо поддерживает чистую совесть в непорочности сердца. В одном случае обнаруживается более живая твердость, В другом более уверенная осторожность. Один, когда приближается час, Его оказывается уже созревшим для смерти. Для другого быть может она отсрочена. Для того, например, который оставив свое наследие, Удалился по той именно причине, чтобы ему не отпасть, Но, несомненно, исповедовал бы себя христианином, Если бы и он был также взят язычниками. Без сомнения, своим временным удалением, Киприан оказал церкви более высокую услугу, Чем мог бы оказать ее сразу же принятым мученичеством. Замечает. Представим себе, что он, Киприан, Тогда, то есть тогда, когда бы не скрылся из Карфагена, Удостоился мученической кончины. Кто бы научил падших покаянию, Еретиков, истине, Расколу учителей, единству, Чад Божьих, Сохранению мира и молитвы. Но были и такие христиане, Которые не выносили мучений, И приносили жертвы, Или курили ладан идолам, Или за деньги покупали у градоначальников записки, В которых означалось, что они приносили жертвы идолам, И отреклись от Христа, Хотя этого не было на самом деле. Некоторые, даже добровольно, без всякого требования, Приносили жертвы богам языческим. Других языческие судьи С наступлением ночи отпускали домой, И не понуждали их жертвоприношению, Но они сами просили дозволения Принести жертвы в вечернее время, Не отлагая их до другого дня. Много было и таких, которые склоняли друзей своих К отречению от веры христианской, Какое совершали сами обстоятельства, Причинявшие немало огорчений святому Киприану. Вопрос 2131. В житиях не раз встречается, Что во время гонений Некоторые святые сами себя выдавали в руки палачей. Могут ли они служить нам примером? Ответ. Не могут. Ибо спаситель так не учил. В их поступке больше своеволия и бахвальства В перенесении страданий, чем покорности Богу. Матфея 10.23. Когда же будут гнать вас в одном городе, Бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, Не успеете обойти городов Израилевых, Как прилидет сын человеческий. Второе камень. Инфинам 11.32. В Дамасской областной правитель царя, Рвета, стерег город Дамас, Чтобы схватить меня, Я в корзине был спущен из окна, По стене избежал его рук. Третий Иоанн 1.7. Ибо они ради имени его пошли, Не взяв ничего от язычников. Афанасий Александрийский, 18 января. Услышав о том и узнав, Что воины епарховы по царскому повелению Идут, чтобы схватить его, Святой Афанасий, Вразумленный неким божественным явлением, В полночь вышел из епископии И скрылся у одной добродетельной девицы, Которая была посвящена Богу И жила как истинная раба Христова. Он скрывался у нее до самой кончины царя Констанция, И никто о нем совершенно ничего не знал, Кроме Бога. И одной только той девицы, Которая сама прислуживала ему И приносила ему от других книги, Какие он требовал. Во время пребывания там Афанасий написал Много сочинений против еретиков. Вавил осицилийский, 24 января. В одном городе он получил образование И наставление в заповедях Господних. Скоро и тщательно изучив священное писание, Которое всегда приводит к Богу. От юных лет святой возлюбил Христа И отрекся от мира. Рано оставил он родительский дом. Раздал свое имущество нищим, Сиротам и вдовицам. И отказавшись от всякой житейской суеты, Поселился на вершине горы, Где и пребывал в молчании. Блаженный молчальник Удостоен был сана Пресвитерского И благоговейно чтил Почевавшую на нем благодать священства. Когда же упорные кровожадные язычники Вознамерились предать его начальнику области, Святой вместе с учениками Оставив Рим И удалился в Сицилию, Где и прожил один год. Здесь он по благодати Божией Многих просветил И привел к разумению Христовой истины. Матфея 5,14 Вы свет мира! Не может укрыться город, Стоящий наверху горы! Григорий Низский 10 января Демосфен составил в Анкире Из покорных правительству епископов Собор, на котором Григорий Был ложно обвинен В неправильном употреблении Церковного имущества И лишен кафедры. По приказанию Демосфена Святой был схвачен И под стражей отправлен в Анкиру. Причем дорогу и много пострадал От грубости воинов. Потом он решился бежать И ускользнув от стражи Скрылся в безопасное место. На следующий год Был созван новый собор Из епископов Понта и Галатии В самой Ниссе Святой Григорий Не явился на суд И снова был заочно низложен. Но лишенный кафедры Григорий не оставался в бездействии. Он переходил из одного места в другое, Чтобы утверждать православие И утешать православных. Кир и Иоанн 31 января В это время Царствовал нечестивый царь Диоклетиан Воздвигший гонения на христиан Святой Кир Славный александрийский врач Был обвинен перед начальником города В том, что он христианин И многих наставляет в христианской вере. Начальник повелел Тотчас схватить его. Святой Кир, узнав об этом, Бежал из города И из страны египетской И пришел в Аравию. Это он сделал не из страха мук Или смерти за Христа, Но Частью последуя словам Христовым Когда вас гонят в одном городе, Бегите в другой. Частью и желание продолжить свою помощь ближним, А частью Желал лучше приготовиться К страданиям за Господа Своего В иноческом звании. Ввиду этого, он по прибытии в Аравию Тотчас принял Иноческий ангельский образ. Дорофей Тивский 5 июня Тогда святой Дорофей Видя, что воздвигается на верующих Новое гонение Снова оставил кафедру Тирской церкви Избегая таким образом рук мучителей Ибо Господь повелел Не отдаваться явным напастьям Со стороны гонителей Но Избегать их Он сказал Матфея 10.23 Когда же будут гнать вас в одном городе Бегите в другой Луки-Лиан 3 июня Он вышел из города Беловака Не потому, чтобы из страха избегал мучения Но чтобы по заповеди Господней Повелевающей уклоняться от гонителей Подать пример стаду своему Шествуя с блаженными сострадальцами своими Пресвитером Максианом И дьяконом Юлианом Он в продолжении всего пути Не оставлял душеполезной беседы и молитвы Множество народа Собравшегося на погребения из окрестных городов И сел Видя это А последние по времени пришедших слыша Отвидевших Умилились сердцем И в тот же день Уверовала в Господа нашего Иисуса Христа Сына Божия Душ около пятисот А прежде учением Святого Лукиана В этой стране было обращено Ко Христу до Тридцати тысяч обоего пола И всякого возраста Марфа Марфа, Мария и Ликарион 6 февраля Случилось однажды мимо их дома проходить нечестивому воеводе В это самое время Марфа, открыв двери дома своего Вместе с сестрой своей воскликнула, обращаясь к воеводе Мы христианки Воевода вместе со своими слугами Услышав эти слова Не обратил на них внимания И прошел мимо Тогда сестры вслед воеводе Опять возопили Мы христиане На это воевода сказал им Я прощаю вам ради юности вашей Мне было бы неприятно умертвить вас На это святая Марфа воскликнула О воевода Мученическая смерть не есть смерть Но жизнь Услышав это воевода Сильно разгневался И велел взять святую деву Тогда вышла из дома и Мария И сказала воеводе Что сказала сестра моя Тоже скажу и я Потом вышел из дома и малый отрок Брат мучениц по имени Ликарион И воскликнул Что сказали Марфа и Мария Тоже говорю и я Ибо я христианин И повелел воевода Повесить их всех трех на крестах Здесь же стояла и матерь их И говорила им Спасайтесь дети мои возлюбленные И примите венец от Христа И сказала Мария вися на кресте Да спасешься и ты Матерь наша С плодом чрева твоего Ибо принесла нас ко Христу После этого Марфа и Мария Прободены были на крестах А Ликарион усечен воином мечом Вопрос 2132 Считая житийное историческое описание личности царей Видится веское отличие оценки Житописателям лиц лояльных православию В любом случае положительное И не православных Непутевое И не по православству божие В чем причина Такой неодинаковой оценки Хотя бы царь даже православных Где-то зажимал Но все равно о нем хорошо говорится В самом конце его биографии А вот если царь не поддержал Догмата православных То его со всех сторон Обложат такими словами Что даже имя его обыграют Так хотят его зверонравным показать Почему ни одна мерка для всех Ответ Только потому что тот Кто писал эти жития Был сугубо православный И трегубо монах А заказ уже не есть дело совести Нужно оправдать своих И тут уже для врага Остается один деготь Смола и сажа Да будут уксусом поливать И черпаками разбитой совести Растирать черепками Целые века Это вовсе уже не по совести А значит и грех И такими грешными житиями Биографиями Характеристиками Наш народ питался Целое тысячелетие Богу это очень не угодно А значит наше православие И здесь подмочено И гнилью тянет Михея 6.11 Могу ли я быть чистым С весами неверными И с обманчивыми гирями В суме Притча 16.11 Верные весы И весовые чаши От Господа От него же все гири в суме Амос 5.12 Ибо я знаю Как многочисленные преступления ваши И как тяжкие грехи ваши Вы враги права Берете взятки И извращаете в суде Дела бедных Вот в епархиальной газете Алтайская миссия Пишут что Когда ставили крест На колокольне Никольского храма То среди зимы Была видна всем Радуга Прямо над храмом И это Сзади есть знамение Благоволения Божия Но прошло какое-то время И этот крест Отломило ветром И крест Центрального купола Как-то странно задержался И так в отломанном виде Висел долгое время Это же тоже знамение Но про него И пархиальная газета Уже ни звука не издала Отчего же Может Тоже нужно было сказать Что о кресте Понятия местные прихожане Не имеют И сбросили добровольно Недобровольно Нацепленные кресты Или Бывший местный Епископ Антоний Не угодил местному Главному идеологу КПСС Петренко Этот босс Партийный Выступил в печати С нападками на архиерея Но тут Паралич разбил И отнял правую руку Этого коммуниста И везде пошли разговоры Что это Бог покарал Безбожника Ну вот Проходит время Безбожный человек Хотя и волоком Но тянет ногу по асфальту А владыка патриархийный Внезапно в возрасте Сорока одного года Умирает Ногами вперед Выносят торжественно И нигде никаких толкований А может это тоже что-то значит Может в этой борьбе Со вчерашними Со трапезниками И единомышленниками За епископом Тоже немало лжи тянулось Афанасий Александрийский 18 января Слушая эти речи Царь первоначально молчал Смущаясь в душе своей Потом не имея возможности Остановить оговорщиков Распорядился Чтобы праведник На время был отправлен в Галлию Не потому чтобы он верил клевете Или был охвачен гневом Но ради Умиротворения церкви Как свидетельствуют люди Достоверно узнавшие Царское намерение Царь Видел сколько епископов Остало на Афанасия И сколько Сколь великое смятение Возникло из-за этого В народе Александрийском И египетском И вот Желая утишить такую бурю Прекратить молву И уврачевать болезнования Столь многих епископов Он приказал святому мужу На время Удалиться из города Феодосий Великий 11 января Святой Видя что его призывают Быть пастырем Весьма многочисленного стада И что нарушается его безмолвие Смущался различными помыслами То не желая оставить безмолвие Как нелицемерную матерь То попечение братьев Считая за дело Немаловажное Ибо нет для себя одного Только человек должен жить Но гораздо более Для ближнего Образом чего был Сам Христос Господь Который собрал учеников Явился пастырем Словесных овец И положил за них душу свою Мефодий Патриарх 14 июня Но вот По Божию попущению Измолитяне Одолели греков Уничтожив почти Все войско царя Так что Последние два Спаса бегством С малыми остатками От своих полков Тогда нечестивый царь Обнаружил свой гнев На святого Мефодия Который доселе Таил в сердце Потому Бог И даровал врагам Нашим победу Говорил Феофил Что среди нас Находятся Идолопоклонники На это святой Мефодий Возразил Господь Поругаемый христианами В своей святой иконе Прогневался на них И попустил врагам Одержать над нами победу Исполнившись ярости Царь Сослал святого Мефодия Алипий столпник 26 ноября Однако его не оставляло Желание уединиться В какое-нибудь пустынном месте Поэтому он много раз Выходил из дому И обходил окрестные горы Поля и леса Ища место Удобного для богомыслия Поднявшись однажды На гору Расположенную к югу От города Он нашел на ней Высокое и живописное место Удаленное От городского шума И суеты Оно понравилось ему И принеся орудие Для копания Он вырыл себе тут колодец При этом он Не столько работая заступом Сколько устами Прилежно молясь богу Извел из земли воду Окончив этот труд Святой Алипий Пошел к епископу Прося разрешить ему Поселиться там И построить церковь Епископ Хотя и не возбранял Ему исполнить Это желание Однако тайно послал Слуг Завалить источник Большими камнями И засыпать его землей Ему не хотелось Чтобы блаженный Поселялся на этом месте Так как гора Была очень высока И почти неприступна Для всякого Кто бы пожелал посетить святого И притом Находилась далеко от города Епископ желал Чтобы Алипий Поселился ближе к городу И в более удобном месте Найдя свой источник Засыпанным Блаженный Покинул эту гору И стал искать себе Другое место В окрестностях города Александр 30 августа Еретикарий Спустя несколько лет После первого Вселенского савора Был призван в Константинополь Здесь он обостил По своему локасту Благочестивого царя Константина Так Константин спросил его Так ли он верует Как заповедали Веровать святые отцы На соборе никейском Арий же Держа на груди у себя Харкию С написанием Своего зловерия Ударил себя Рукою в грудь И сказал Я так верую Таким образом Сей еретик По видему выражал согласие С верованием Утвержденным в Никее Но в уме своем Говорил что веровал так Как написал Своей рукою Каковая записи Находилась у него На груди И клялся Нечестивый Пред царем Говоря что Веровал так Не подозревая О таком лукасты Царь поверил Славам Ария И послал его К святейшему патриарху Александру Повелев ему Принять в общение Церковная Ария Как православного При этом назначен был Воскресный день Который Ария Должен был ввести Ария должны были ввести В храм Для общения с верными Однако Святой Александр Отказывался Принять в общение Ария Как основателя Ереси Вопрос 2133 Некоторые Не советуют Верующих детей Пускать в школу Что делать Чтобы ребенок Не набрался Всякой заразы Ответ Можно и в школе Быть светом И благовестником И не дружить с миром Отошли уроки И сразу Пусть бегут домой 1 Калифтам 5.33 Не обманывайтесь Худые сообщества Развращают добрые нравы Сирахов 30 глава 1-й 13-й стих Кто любит своего сына Тот пущаще наказывает его Чтобы впоследствии Утешаться им Кто наставляет своего сына Тот будет иметь помощь от него И среди знакомых Будет хвалиться им Кто учит своего сына Тот возбуждает зависть В враге И перед друзьями Будет радоваться о нем Умер отец его И как будто не умирал Ибо оставил по себе Подобного себе При жизни своей Он смотрел на него И утешался И при смерти своей Не опечалился Для врагов И оставил в нем мстителя А для друзей Воздающего благодарность Поблажающий сыну Будет перевязывать раны его И при всяком крике Его будет тревожиться Сердце его Необъезженный конь Бывает упрям А сын Оставленный на свою волю Делается дерзким Лилей дитя И оно устрашит тебя Играй с ним И оно Опечалит тебя Не смейся с ним Чтобы не горевать с ним И после не скрежетать Зубами своими Не давай ему воли В юности Не потворствуй Не разуми его Нагибай выю его В юности И сокрушай Лебра его Доколь оно молодо Дабы Сделавшись упорным Оно не вышло Из повиновения тебе Учи сына твоего И трудись над ним Чтобы не иметь тебе Огорчения От непристойных поступков его Мануил Исмаил 17 июня Святые мученики Мануил Савил и Исмаил Были родными братьями И происходили Из персидской страны Родители их Были людьми Именитыми Но не единоверными Отец держался Персидского неверия А мать была Благочестивой христианкой Детей своих Она с самого раннего возраста Воспитывала В христианском благочестии Подобно тому Как в раннем детстве Вскормила их Своим матерным молоком И возрастила В страхе Божием А блаженный Пресвитер Евной Породил всех Святых братьев В баню Святого Крещения И научил их Слову Божию Вавила 4 сентября Чьи же Эти дети Спросил царь Это мои Духовные дети Отвечал Вавила Я возродил их Благоествованием Скормил Поучениями Возрастил Наставлениями И вот В малом теле Пред тобой Великие мужи И совершенные Христиане Испытай И увидишь Царь велел Отвезти Вавилу На площадь И заключить Его в темницу Отроков же Призвал к себе И прежде всего Спросил их Есть ли у них Мать И мать И отец И учитель Для нас Вавила Отвечали дети Мы возлюбили Его больше Чем мать Та только Родила нас А он научает Нас разуму И благочестию И заботясь О наших душах Возводит нас К высоким Добродетелям Но царь Приказал Тот час Отыскать И привезти К нему Мать Сих отроков Когда же Ее царь Спросил Как ее зовут И действительно Она мать Этих детей Она отвечала Имя мое Христодола Дети сие Действительно Мои Я принесла Их Как начатки Моих болезней В дар Богу И надеюсь Что Премудрый Вавила По печенью Какого Я поручила Моих детей Перенесет Их В небесную Сокровищницу Но Мериан Разгневался И повелел Бить благочестивую Матерь По щекам Говоря ей Не говори Так дерзко С царем Дети же Видя Как бьют Их мать Говорили Царь Обезумел Бьет Мать За то Что она Говорит Истину После всего Царь Стал спрашивать Детей Как их зовут И сколько им лет Они сказали Что первый из них Двенадцати лет Утруды Называется Урваном Второму Прелидиану Девять лет А третьему По имени Еполонием Семь лет После многих Ласкательств Увидев Что дети Непреклонны Мучитель Повелел Бить их Нанося им раны По числу лет Каждого из них Итак Первому отруку Нанесли Двенадцать Жестоких ран Другому Девять А третьему Семь Дети Мужественно Терпели Страдания И сожалели Только о том Что не имеют Больше лет Чтобы получить Больше получить Тран за Христа Если вы решили Даже убить нас Говорили они Мы не поклонимся Ложным богам Единому Богу Господу Иисусу Христу Мы служим Вскоре Царь повелел Привести к себе Вавилу И сказал ему Не твои ли это Вавила Родные дети Я думаю Что они родились От тебя Ибо своим Злонравием Они весьма На тебя похожи Воистину Отвечал святой Сиотроки Мои Дети Но не по плоти А по духу Ибо я До сего времени Не искушен Плотским похотением И супружеской жизни Не испытал Аминь Аминь Аминь